Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Семье трое детей, 5, 7 и 17 лет. Все мальчики уже несколько лет младше мечтают о маленькой собаке в доме. На улице самый младший со слезами смотрел на собак, просил себе, откладывал деньги на покупку. Средний смотрел объявление и выбрал собаку-шпиц. Муж был против, в доме собаку запретил, хотя он же уговорил ранее взять овчарку немецкую, которая живет на улице. В итоге в подарок детям я купила собаку-шпиц Мини, которую выбрал самый старший сын. Все дети счастливы, смотря на блеск в глазах, заботу гордостная, на прогулках смотрится счастливая я. Муж ставит на весы перед всеми нами выбор, либо он, либо собака. И затем дети выбирают папу, ну как сохранить семью и собаку в семье. Такой вопрос. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, семье вашей угрожает не то, что муж ставит предвыбором, а скорее то, что вы, зная, что муж запретил собаку, да, купили ее детям. Вот, это первое. То есть, ну, наверное, как-то вот здесь идет в той или иной степени идет игнорирование или отчуждение вас от мужа и детей от мужа тоже. То есть, это же в обход, получается, в обход того, что хотел, например, муж, ну, условно говоря. А при этом, при этом важно понимать, что я не имею в виду сейчас того, что ваш муж прав. Говоря о том, что вот, ну, что нельзя или что, ну, ставят такой, вот, ставят такой выбор, как бы. Вот, поэтому, это очень важно понимать. Просто я говорю о том, что вы, как будто бы, ну, вот, действуя в обход мужа, демонстрируете ему что, что не важно. Демонстрируете что? Что вы, как-то вот, ну, не прислушиваетесь к нему, да, что вы его, там, вероятно, не понимаете до конца. А, ну, может быть, терпите, терпите его в каком-то смысле слова. То есть, вот, какая-то такая здесь история. И, соответственно, вопрос, на мой взгляд, здесь заключается в следующем. А насколько вы вообще уважаете, цените и понимаете, если можно так выразиться, так выразиться своего мужа? То есть, что такое семья, да? Что такое семья? Семья это вот, в первую очередь, наверное, какое-то понимание человека, да? Уважение человека. И если этого нет, вот, то, как бы, и семьи, наверное, тоже нет. Это первый момент. И второй момент, на который я хотел бы ваше внимание обратить, заключается в том, как мне, опять же, видится, с моей, ну, с моей позиции, да, это то, что вы хотите сохранить семью. То есть, не отношения, условно говоря, с мужем наладить, да? То есть, как-то вот не понять его, да, не донести до него, там, свои взгляды, допустим, да, свои ценности и так далее. А именно, вот, сохранить семью. То есть, что это такое, не очень понятно. Что это значит, сохранить семью. Вот. Поэтому, есть ощущение, что вам, вот, важнее, действительно, семью сохранить, нежели чем, там, допустим, ну, как бы, с человеком, в отношениях остаться. Вот. Это такой момент здесь. Поэтому, на это я хотел бы обратить ваше, ваше внимание. А без понимания вашего мужа, да, без понимания его, как бы, ну, приоритетов, его, его позиции, его интересов и так далее. Сложно будет это сделать. То есть, необходимо искать компромиссы, компромиссы, необходимо понять, что хочет муж, необходимо понять, что стоит за тем, что он ставит такой ультиматум, потому что ультиматум довольно серьезный. Вот. необходимо понять, ну, например, правда ли он, там, ну, условно, не, ну, не ставит во внимание желания, грубо говоря, своих детей, да, которые хотят собаку и так далее. Вот. То есть, вот такие вот вещи нужно здесь увидеть. Поскольку этого нет, то, соответственно, и о каком сохранении чего-либо идет речь. Вот. На мой взгляд, это, ну, более чем понятно. То есть, ну, вот навстречу, навстречу нужно идти. Навстречу нужно идти и вам, вашему мужу, если вы хотите. Вы можете сказать, ну, так и ему надо тоже идти навстречу. Вот. И я с вами соглашусь, да, действительно, ему тоже нужно идти навстречу. Вот. И вот поиск компромиссов это то, что, то, что нужно. Человек, который хочет решить проблему, да, это человек, который отстаивает свои, как бы, интересы, свои границы, какими бы они ни были. Человек, который не идет на компромиссы, на компромиссы, который, вот, ну, условно, упёрся, упёрся в, свою какую-то, какую-то позицию, это человек, ну, по сути, который не особо-то парится, не особо переживает за то, что будет с другими людьми, то есть его не волнуйте, ни вы, ни ваши, ни его дети. Вот. Это предстоит выяснить. Предстоит выяснить, выяснить, что за этим стоит. Вот. А очень важно увидеть также то, из, из какого чувства вы купили детям собаку, купили детям собаку. Потому что мне, например, показалось, опять же, мне показалось, я могу ошибаться, но мне именно показалось, что вы купили, купили им собаку, вот. Ну, как будто бы из чувства вины. Понимаете, да? Поэтому это вот очень такой, ну, такой момент, такой очень серьезный момент, очень важный момент. Вот. И, соответственно, вот на эти все вещи можно и нужно обратить внимание. вот, если ваш муж, так как вы, например, считает это проблемой, вот, то вы можете обратиться оба к психологу, для того, чтобы проработать этот момент. Вот. Поэтому, если что, и угрожает вашей, как вы говорите, семье, это не собака, и даже не дети, а именно то, что происходит у вас в отношении. Вот. То есть вы, у вас своя модель поведения и линия, у мужа, своя модель поведения и линия, и как-то вот, никак это, как будто бы не пересекается. Вот отсюда и проблематика. Отсюда и проблематика. Вы как к мужу относитесь, вообще? Вы как относитесь к тому, что он, например, уговорил, как вы говорите, взять овчарку, но она живет на улице. Что значит уговорил? Это не он, не он уговорил. Это вы согласились? Понимаете? Ну чувствуется некое такое перекладывание ответственности. Это нехорошо. Это нехорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.